Хореографический ансамбль «Сказка» для Светланы Синяевой – ни много ни мало дело всей жизни. 30 лет назад она, будучи выпускницей училища культуры, решила собрать танцевальный коллектив и воспитывать в детях чувство прекрасного. За три десятилетия коллектив успел выступить в десятках городов России и мира. На конкурсах самых разных уровней, от городских до международных, «Сказка» с завидной регулярностью занимает призовые места. Наш коллектив интересен тем, что мы ставим хореографические сказки. Много коллективов работает в жанре хореографии, но очень мало кто делает сюжетные номера. В основном люди увлекаются просто движением, качеством движения, перемещением, композицией. Наш коллектив интересен тем, что нам нравится ставить какие-то сюжетные номера. Нам нравится ставить сказки. У нас много сказок, где-то семь сказок за всю историю, но все эти сказки – это визитные карточки. Руководитель и педагоги коллектива гордятся особым подходом к своим воспитанникам, который выстраивался на протяжении десятилетий. Каждого ребенка важно не только научить танцевать, но и воспитать в нем сильную креативную личность, раскрыть творческий потенциал. Во время репетиции, конечно, мы общаемся с детьми, находим каждому ребенку свой подход. Это очень важно. Также раскрываем их душу, и не только танцевальность, но и у нас ансамбль работает как семья. Я сама занималась в этом ансамбле, поэтому я в нем и работаю. И для меня работа с детьми очень важна. Мне она сама очень приятна, потому что я отдаюсь полностью душой, и они для меня все родные. Два года назад ансамбль «Сказка» разросся до одноименной танцевальной студии. Чтобы попасть в коллектив, нужно сдать непростой экзамен. На конкурсы дети начинают ездить с шести лет. Члены жюри международных конкурсов, которые проходят в Венгрии, Чехии и Германии, хорошо знакомы с Ивановским ансамблем. Домой без кубков и медалей «Сказка» возвращаться не привыкла. Мне очень нравится здесь заниматься, потому что здесь хорошие педагоги, отличные танцы, интересные. И у меня здесь очень много друзей. Мы ездили очень много в поездки. И самый город, много посещаемый нами, это, наверное, Сочи. Там очень красиво. Но в поездке, конечно, волнуемся. Но все-таки другой город, незнакомые коллективы. 30-летний юбилей ансамбль отмечает с размахом. На большой концерт 20 апреля в Центр культуры и отдыха пригласили не только родителей, но и выпускников танцевального коллектива. Обещают, что будет здорово и сказочно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.